Всем привет! Меня зовут Евгения Поздеева, я преподаватель Санкт-Петербургской школы по курсам искусства речи и актерское мастерство. Сегодня одна из самых запрашиваемых тем у моих студентов и вообще у людей – как избавиться от дефектов речи. Что такое вообще дефект речи? Это какие-то косяки речевые, паразиты и все остальное, но чаще всего дефектом речи является вялость ваших лицевых мышц, то есть языка, губ и щек. Лучше всего такие дефекты слышны, когда вы произносите слова, где есть буква Т, Д или С, З. Например, слово «тетя». Оно состоит из четырех букв, но если неправильно говорить букву Т, тетя становится из шести букв и получается «тетя». То есть появляется такой небольшой звучок, как буква С. Ее там быть не должно, а для того, чтобы ее там не было, вам необходимо кончик языка поставить между верхними зубами и верхней десной. Очень плотно его держать для того, чтобы не было вот этой буквы С, чтобы ваш язык не съезжал по зубам и не возникало никакого сквозняка. Попробуйте прочитать, плотно прижимая язык к зубам, такую цепочку «ти-те-тя-тё-тю» и точно такую же на Д. Старайтесь читать так, чтобы вы сами себя слышали. И если вы слышите какой-то небольшой звучок, который называется тяканье или дзяканье, необходимо сразу исправиться. Не бойтесь, что сначала ваш звук будет дебильным. А он действительно такой и будет, потому что изначально при попытке правильно произнести букву Т ваш звук будет похож на лепетание маленького ребенка, более того, англо-китайского происхождения. Почему буквы С и З косячные? Потому что они слишком свистящие. Буква С, конечно, является такой, но она не должна создавать ощущение свиста, пролетающей мимо уха пули. Для того, чтобы правильно произнести буквы С или З, необходимо кончик языка поставить на нижние зубы и нижнюю десну, так, чтобы язык никуда не вылезал. И попробуйте прочитать цепочку И точно такую же на З. Старайтесь читать так, чтобы С не свистела. Ну и самое главное, старайтесь практиковать правильное произношение сразу, то есть и в обычной жизни, и дома, пока упражняетесь. Потому что нет в этом смысла, если вы делаете это только дома, а где-нибудь на работе, с коллегами, друзьями или с родственниками говорите, как попало. Чем быстрее вы начнете говорить правильно, тем быстрее язык найдет для себя удобное место. И вы станете говорить на автомате, то есть не начнете думать, куда мне там язык ставить, наверх, вниз. В общем, тренируйтесь, приходите на мои курсы, и я вам все расскажу. Пока!